Я вас приветствую, дорогие друзья! Сегодня осталось несколько дней. Вся страна ждет 1 ноября для того, чтобы прийти и проголосовать. А в это время Министерство внутренних дел, я смотрю, набирает обороты беспредела. О чем конкретно идет речь? Министерство внутренних дел целиком и полностью вовлечено в подготовку к фальсификациям. Министерство внутренних дел сегодня занимается тем, что незаконно следят за оппозиционными политиками. Сейчас я представлю доказательства этого. Министерство внутренних дел составляет какие-то непонятные протоколы на тех активистов, которые против сегодня Игоря Додона. И сегодня эти люди ждут, как и большинство граждан страны, перемен. Давайте обо всем по порядку. Первое. Информация с одного из комиссариатов полиции, которую я получил вчера. Я зачитаю это дословно, чтобы вы понимали степень наглости и цинизма со стороны министра внутренних дел Войку, который просто превратил в какой-то предвыборный штаб Игоря Додона министерство внутренних дел. Значит, вчера сообщение одного из комиссариатов полиции. Бонзио, Ренат Георгиевич. Есть индикации дела МАИ и ГПМ. Парвинета диссигурдла индикация кундусь рицерик, ка полиция де районе. Санкиды уоки, лачи, ка писяремиши. Вор активапито территорию Републичи Молдова. Нзио, леджерлор, шиворкум паралегатурку баньши баутуры. Сантервина, ну, маятунчкан, вор адмитинг калкаре оппоненции электораль. Это что такое? Паша, который был у ляка-пылесос. Сейчас Паша смотрю уже, Паша у ляка-политехнолог. Или коронавирус случайно мозги сдвинул. Я с уважением относился и отношусь к настоящим полицейским. К операм, следователям, ребятам, которые сегодня рискуя своими жизнями и рискуя своим здоровьем практически без всякой защиты ездят на, выезжают на тревожные вызовы по ночам. Люди, которые за пять тысяч лей рискуют своей жизнью, точно не для того, чтобы Паша Войкру сегодня рулил предвыборной компанией Додона. То, что Паша является Пашей, и про его четыре-пять домов, это мы поговорим в другой раз. Я уверен, что после этих выборов мы систему поломаем. И последний дом, который строится на телецентре, Паша, это благодарность со стороны Додона. Или, может быть, то, что досталось по наследству от Плохотнюка, может быть, ты выйдешь и расскажешь нам про это. Если не выйдешь ты, об этом расскажу я и покажу это всей стране. Значит, дальше. Полицейские. Значит, у нас в 181 кабинете МВД. Это управление собственной безопасности. Значит, сотрудники МВД, это бывшие подчиненные Кавкалюка из ДОС, из 5-го управления, директора операционной печали. По фамилиям Дудом Нишуаре Баженов Шелесенко, Дом Нутрочин мой есть, он флакелокул. Которые ставят, как сейчас, сфокупят фэйк-незы. И комиссарии в районе, вместе с экипой, которые у них были в АЛЭТО, они строят аккаунты по Фейсбук для ответа на эти четыре фэйк. Как один из четырех, например. Банда Киртуака под крышей Рината Усатова. Тут какие-то компании, которые поставят сегодня продукты питания на всю страну, они тут пишут про Усатова, с униянистами, как Бельская Примария и все примары от нашей партии закупают продукты у этих компаний. Я что успел выяснить, у них покупает вся страна. И вот распространять вот эту бредятину, что Усатый ставит под угрозу жизнь и здоровье детей в школах и в больницах. Вы что, ребята, думали, Войков, за вот это? Паш, ну, то, что ты позоришь сегодня. МВД и то, что Дадон вас всех сделал генералами, я вас сделаю не просто рядовыми, а я вас посажу, Паш. Вы сядете за то, что вы занимались незаконной деятельностью. Сядете вы не за это, вы сядете за контрабандой, за остальное. Прекратите заниматься ерундой. Прекратите ставить в неудобное положение районных комиссаров и других сотрудников, и простых сотрудников, и руководителей. Значит, по районам сейчас прессуют людей за то, что висят у кого-то плакаты. Банера. Ринат Усатый, пришидинти. Република Молдавария, не войдем, пришидинти, шнудем, кулёк, босет. Значит, за то, что висел такой баннер в городе Резина, значит, на одном из магазинов, который является собственностью человека. Значит, на следующий день пришла полиция, провела незаконные обыски, этот же полицейский, который выписал протокол на незаконный баннер. И нашли без документов 10 дезодорантов Рексона. Вам больше нечем заниматься сегодня в стране? Сегодня в Единцах тоже за то, что Усатый был на встрече, было больше 49 человек. Ребят, вы читать не умеете? Там написано, что организатор встречи Ринат Усатый. Ринат Усатый из персоны-респонсов. С чем глаз выйду по Данила? В Бельцах Валера развлекается протоколы на автомобиле, где есть наклейки с нашей символикой. В Кантемире вообще у человека на окне представляет себе баннер, значит, полиция оформляет протокол за то, что на один сантиметр баннер выпирает, на один сантиметр и занимает общественное пространство. Вы понимаете, какой ужас? Это вы, которые возите сигареты, это вы те, кто возите спирт, это ты, Паша, пылесос, который пылесосишь в любой валюте, не важно тебе. Это приднестровские рубли, гривны, молдавские или доллары или евро. Перестаньте заниматься ерундой, ребят, вы за это ответите. Значит, теперь о незаконной слежке. Вы в себе и помните ИОНа, которого я как бы тогда спугнул. Значит, вчера новые ИОНы следили незаконно за мной с 11 утра до позднего вечера. Пока мне это как бы не надоело, и пока был вынужден, скажем так, среагировать, потому что у меня была встреча вчера с блогерами, с молодежью, они стояли на трассе и документировали людей, которые приезжали ко мне на встречу. Значит, я сейчас попрошу своих коллег включить видео с этими новыми ИОНами. Что интересно, номер, обратите внимание, у них номер там ЧРУ, то есть, как бы, чуть ли не сторонники оказываются. Значит, покажите, пожалуйста, я прошу коллег, попросил подготовить видео, включите, чтобы это увидели. Я уже снимаю. Подними, сидишь. Надеюсь, что он там плачет, блядь. А, кстати, вождем, чего? А, пострюка, да? А, а. Но я вижу, что? Считываю. Собранную нам трос. На инмик? Нам трос. А, окей, бинни, да? А, кстати, он трекут 11, да? Окей. Окей? А, ну окей, все, до рождения. Скажите, когда забыл. Так, значит, вчера, как бы, было желание, если честно, их взять в плен, потому что откуда я знаю? Да, я выяснил, что это для себя сотрудники полиции, но, ребята, вдруг это какие-то киллеры, а вдруг какие-то провокаторы. Сегодня вы все прекрасно знаете, что Дадон боится больше всего меня, и я тот человек, который его победит, неважно, в первом или втором туре президентских выборов, и спасибо всей стране за поддержку. Но я сейчас заявляю со всей ответственностью и говорю тебе, Паша Войку, который оляк и политтехнолог. Паша, перестань подставлять ребят. Перестаньте незаконно за мной следить, потому что следующее видео, оно будет уже не таким. Я почему должен разбираться до двух часов ночи? Полиция это, либо какие-то бандиты, которые, потому что у Дадона там политтехнологи наши великие, московские, да? Посоветовали, что вот если с усатым что-то произойдет, нужно покрасить фон, бандитские разборки и так далее. Поэтому Дадон сейчас заглопника заговорил. Дадон, я знаю каждый твой шаг и каждый твой план. Войку, перестань давать команду о незаконной слежке за мной. Это видео я сейчас отправлю. Адвоката попрошу написать заявление в прокуратуру, вместе с другими нарушениями, которые были. Значит, есть, значит, а вот ребята написали сейчас, что полиция в селе Теребно, значит, Единский район, значит, они сняли один баннер, на котором написано было «Република Молдаварь и Невой Депрешидинтиш, ну, Денкулек Буцет», как бы потому что Кулек есть и он кувент Денегритур. Ах, вот оно что. То есть, Кулек, это, оказывается, у нас уже оскорбление. То есть, у нас не оскорбление то, что главный Кулек страны берет кульки под видеокамеру. У нас, оказывается, Кулек, это оскорбительное слово. Этот баннер, ребят, частная собственность. Те, кто смотрит меня сейчас из Теребно, мерзят, что у вас баннер для полиции на поя и на удрепту салеродища. Баннер у пинт, ело фоста китату, фоста китату в чал, дин конту мелка кандидату ла функция депрешидинти, шмель решила с баннером. Капспунец и ка свинжа с линклеем баннер по фронте. Значит, сегодня в 17.30, значит, 17-17.30 у меня будет встреча с Бельчаном. Додон туда отправляет сегодня молодую гвардию в Кишинево, отправляет этих маленьких курканят. Значит, они уже ходят, подходят к палаткам, провоцируют драки, что сделал ваш высад и так далее. Додон, перестань прятаться за юными пацанами, за женщинами-пенсионерками, которые свистят. Если у тебя есть вопросы, я пришел к тебе, фалеш, ты не сорвал встречу, как вы говорите, я пришел, предложил дебаты. И сегодня у тебя есть такая возможность, вечером, например, мы с Додоном должны сегодня участвовать в дебатах в 21.00 на телеканале ПРО ТВ, куда Додон может прийти, задать мне любые вопросы, ему готов задать их я. Но прятаться за пенсионерками, которые свистят, вот эту молодежь, что отправил в Бельце, Додон, я не организовал провокации, вот мне сейчас позвонили и спросили, что с тобой делать в Шалдонештах, в 15.00 у Додона там встреча. Я говорю, ребят, никто ничего не делает, вы можете прийти на встречу, задать ему вопросы. Вы можете прийти на встречу с Додон, вы можете задать какие-то вопросы. Не только тогда, что он приводит к человеку, которые дают только вопросы, приготовьте, что-то так же. Вы можете прийти на встречу, не без шуера и так далее. Я говорю, ребят, все это, что мы хотим сейчас делать, как Татьяна Додон. Игорь, я говорю, ребят, ты отец, как мне адреса, я говорю, ребят, сону на бэл, сону на седио партии, и рекомы боецам ищите напои. Когда сарапровокарьи ваши, ка с шуери, а с сыпи по колу, а с этим случилось очень ужасно, ка бэлтэнии, дак а с и е, а с и дэй куева ла бот, пиурма вы асфащит штирки, иат, провокатории луусатые, ла-нтълнира куусатые, ла-батут курканажа ищите аммики, шунушку, перестаньте использовать пенсионера, людям 60-70 лет отправляют их за несколько лет ходить свистеть, ребят, вы понимаете, до чего дошла сегодняшняя кампания? Есть вопросы у Додона, пусть приходит, задает их мне. Пожалуйста, остановите все эти провокации, осталось несколько дней до выборов. Я, если бы делал провокации тебе, Игорь Николаевич, на каждой встрече тебя бы ждало 500 человек, а местами тысяча, ну и тебе бы кричали Люда на всю страну, например, да? И тебе бы кричали Люда, Кулёк, Буцет, люди могут прийти, задавать вопросы. Провокаторы социалистов приходят, задают вопросы, какой-то бред там про унир, еще что-то. Вот это нормально, пусть приходят, задают вопросы. Но то, что сегодня вы можете подставить сегодня людей, и там начнется какая-то потасовка, драка, не надо рисковать жизнями и здоровьем людей. Потому что Бельцы особенный город. В Бельцах, вы прекрасно знаете, у меня всегда порядка 60-70% поддержка. И сегодня вот эти наемники, которые приехали, или кто-то из бельских местных социалистов, просто могут получить по шее, и потом все телеканалы до дона будут кричать, что вот усатого сторонники взяли, побили наших курканят. Вози их себе навстречу, Игорь, перестань их подставлять и таким образом это делать. Это моя просьба и предложение. И так должно быть нормально. Значит, полиция сейчас обзванивает людей, которые завтра, сторонники из районов, руководители районных организаций, примары, завтра у меня будет итоговая пресс-конференция в 11.00, приглашая жителей Кишнева, значит, перед театром Моребеж. Уже звонят, какие-то там СИБовцы пишут, и какие-то там пылесосы, там о двойку пишут, у людей усатого с колесами, не будет никаких колес, перестаньте заниматься ерундой. Это итоговая пресс-конференция, на которой я подведу итоги предвыборной кампании, потому что завтра все кандидаты подводят итоговые пресс-конференции, потому что, потому что суббота, как бы, уже день, день тишины. Значит, так, что у нас еще? Значит, Аша, так, я комэй винит, чава, дело офицеры, патриот, амаёвы, так, ладата, душу, так, ну, рябута, нарелайджепик, комиссар, один территорий, фаздат, индикация, катоз, коллаборатория, полиция, сфак, профилы, репостивы, кандидат, фаз, полиция документирует, зато эти адресы, они там, по сайте, баня, или кандидат, 13. Кстати, данного пары, улук уж странного, к, не мне не фачи протоколу, Андрея Андреевича Настаса, не мне фачи, Лумая Санду, ну, не фачи, лауси, не минус автосисизя, за пи факту, к, кума маратат, уйтасва, келтуеллин, компания, ищ, ну, анавансан, трансферат, 700 дмитилей, пентру бензина, Настаса, зеро, келтует, до дон, за 7 дмитилей, мая, 172 дмитилей, до дон, дещи, полиция, нус автосисяза, к, Андрея Андреевич, им было, кукуруся, пиумар, питата, цара, шина, ратанешу, литру, де бензин, дещи, не в автосисиза, ка додон, менте, кукурует, доар, 10 милии, пентру бензин, питоата цара, ка курканашу, уйтац, писти, татсан, цар, а ста, нус автосисиза, ше? А кума, щи цини дидзиу, а лежер, ше провокерли, ка реворфи, демпартия, сочи алишлор, кукумпарату, вотурю, ку бауту, куманкаря, пенсайши, жемен департи, стимас полицияшет, амуна пел фуарти, портант, лотос полицияшти, и бунокрединцы, я обращаюсь ко всем настоящим полицейским, ребят, я сделал специально новый номер телефона под вас. Следующий номер, 068-333-796, зер ушасы, опт, трей суте, трей зештрей, шапте на ушасы. А честный номер, где телефон, ари, вайбер, ватсап, сигнал, туати мессенджерли. Ворок фрумос, уорчен калкаре, анзыва лежер, так и нова пермит, кундущер из документации, интермитет СМИ, видео, поза, ка ёсли публик, сарэдла тэтсара, куся сукопы дудоний, ланвел национал. Ещё раз повторяю, номер, 068-333-796. Значит, я хочу ещё раз обратиться ко всем полицейским. Ребята, отправляйте мне информацию, значит, документируйте любые нарушения, которые есть, кидывайте мне. Вы же прекрасно понимаете, власть поменяется, Паша Пылесос будет пылесосить вместе с дудоном в Криково, а нам с вами нужно будет работать и работать для того, чтобы навести порядок к стране. Я знаю нормальное отношение силовиков ко мне и спасибо вам всем за поддержку. Понимаю, что некоторые боятся, некоторых присвоят. Ребята, вы скидывайте мне и мы разберёмся. Эти байки, что рассказывают, что слушают WhatsApp, Viber, сигнал и так далее, это чистый бред. скидывайте мне всю информацию, я буду опубликовывать. Поэтому дальше я вам гарантирую, я приду власти, все сотрудники МВД будут иметь нормальные зарплаты, но главное другое, значит, за этот день те, которые будут работать честно силовики, значит, все получат ещё одну месячную зарплату и поверьте мне, ребят, я звание буду, звание будут получать за дело. У нас больше не будет нарисованных там ряженых генералов, ряженых полканов, то, что делает сегодня Войку с Додонами, то, что делали другие. Реально будут звания получать за заслуги. А то, что мы сделаем с погонами этих ряженых, это мы с вами уже решим после выборов. Поэтому отправляйте любую информацию ещё раз, телефон 068 333 793. Я хочу попросить всех граждан страны этот телефон оставить для связи мои с силовиками. Вы знаете мой телефон 0680 84 400, его не скрываю. Значит, этот телефон, пожалуйста, к сноси бы, к кяре практик, нудорм, шабьен, димучит, фарти, молд, касфащем, касфащем, ряду. Аша, так. Значит, а, щицыни, дивотру, лидент, рассестры, стоп, важный момент, по Приднестровью. Значит, с сегодняшнего дня все, люди, которые до сих пор собрали списки людей, которые пойдут голосовать, и не важно, это школьные учителя, работники предприятий в Приднестровье. Значит, организаторы этих списков с сегодняшнего дня начали получать деньги от группы, от группы компаний Шериф от 500 до 700 рублей, в зависимости от количества людей в списке. Значит, я хочу обратить внимание всех международных наблюдателей. Я не могу обратиться сегодня к Министерству внутренних дел, потому что там Паша, и такие, как Паша во главе. Значит, но это уже идет чистая коррупция. И то, что мы видели несколько дней назад, как покупали людей за одежду секонд-хенд, ну это мерзко, понимаете. Все, значит, включилась машина, людям дают эти деньги, но есть проблема у Додона, значит, они не могут проконтролировать, как проголосовали люди на участках. Единственное, значит, условие, что люди которые есть в этом списке должны прийти и показать штамп вот так, что они реально проголосовали. Поэтому, если кто-то и придет голосовать, и на самом деле вы не можете жить без этих 500-700 рублей, которые вам дают в Приднестровье, ну не голосуйте за нашего негоняя. Мы никогда не решим проблемы ни на левом берегу, ни на правом, если подонки будут продолжать находиться в власти. Берете эти деньги, идите, голосуйте за кого угодно, только не голосуйте, за Кулька и за все остальное. Я хочу обратиться сегодня ко всем гражданам, которые располагают то или иное информацию о фальсификациях. Ребята, скидывайте мне на телефон, пожалуйста, скидывайте мне сообщениями, фотками, видео. У меня тысячи пропущенных звонков, я не могу со всеми переговорить. Пожалуйста, отправляйте информацию, я все буду обрабатывать. вот, на счет, Додон, поздравляйте с началом того, что шериф за тебя развеет деньги сегодня на предприятиях, в школах, все, сегодняшние дня пошли. Еще раз, они до сих пор формировали списки, и каждый человек, который собрал, например, список, там 40 учителей, с этим списком они приходят, и говорят, ну там 40 человек со мной идут, и на 40 человек выдаются бабки. Вот то, что у нас началось. Поэтому, дорогие друзья, терпение, мы обязательно победим, мы обязательно привлечем к уголовной ответственности всех негодяев, вы прекрасно знаете, что цацкаться я ни с кем не буду. И так как убежал Додон из Фалеша в воскресенье, он попытается убежать и после выборов, но мне не нужен Додон в Ростове на Дону по скайпу, он мне нужен в молдавской тюрьме вместе с его шайка-лейкой и теми, кто остались от Плокотнюка и теми, в которых он нашел новых подруги. Всем хорошего дня, огромное спасибо, сегодня в 17.30 буду встречаться с бельчанами, вечером пойду на дебаты. Додону куда-то сквать провокатвори, вены десары ладомна, бог за ладу, за шону, зеру зеру, ладис батир, ла противи. Советство зик кэтмай фрумасы, вам мулцемец динсуфлет, сэнси гургумфачи, мултилу крышу у нас. Сауд. Сауд.